Самолет из Мюнхена приземлился в Сочи накануне. Чартерным рейсом на курорт прилетели делегации из 12 стран. Всего 115 спортсменов. Кстати, саночники прибыли в Сочи с большим багажом. Из Германии они привезли более 7 тонн спортивного инвентаря. Это стало своего рода испытанием для аэропорта и для сочинской таможни. Принимать и оформлять такой груз. Благо, опыт после Олимпиады теперь есть. Подобные мероприятия проходят не первый раз. В Сочи и аэропорт полностью готов к обслуживанию подобных рейсов, в том числе оборудования. Досмотр проводился в багажном отделении международного терминала с применением досмотровой рентген-техники, что позволило незаметно и быстро провести все таможенные формальности. На Кубок мира в Сочи лучшие саночники планеты прилетели прямиком из Германии, где в последний день января разыграли медали чемпионата мира. В толпе саночников можно было увидеть и немца Феликса Лоханова, новоиспеченного чемпиона мира, и его соотечественницу, также победительницу домашнего чемпионата Натали Гайзенбергер. Прилетела в Сочи Татьяна Иванова. Это единственная российская спортсменка, которой удалось завоевать медаль на мировом чемпионате. У нее бронза. Я, безусловно, вообще очень рада, потому что все-таки выиграть бронзу на немецкой трассе – это очень дорогого стоит. Семен Павличенко – еще один наш прославленный саночник, чемпион мира прошлого года, на нынешнем чемпионате планеты занял лишь восьмое место. Помешало волнение, говорит главный тренер сборной страны Альберт Демченко. Да и погода внесла свои коррективы. В какой-то степени, наверное, погодные условия сработали против нас, не очень были готовы к снегу. Скорее, дождь там больше подошел. Но, в принципе, я думаю, основная, конечно, проблема – это волнение и ошибки на трассе. Сегодня на комплексе «Санки» в Красной Поляне уже прошли первые тренировки. В стартовый день турнира, 5 февраля, там пройдут заезды отборочного Кубка наций. На следующий день на старт выйдут мужские двухместные экипажи и женщины. Завершится соревновательная программа 7 февраля – выступление мужчин на одноместных санях и командной эстафеты. Кстати, у наших саночников есть хорошие шансы на призовые места. Должен помочь не только высокий класс спортсменов, но и домашняя трасса. Ну и, конечно, поддержка болельщиков. Вход на соревнования бесплатный при наличии паспорта. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Димит Даниловский, телекомпания «ВКТ».